Всем привет, ребят! Не знаю, как я выгляжу в кадре, надеюсь, нормально. Вчера у меня была чистка, причем только с одной стороны, вот здесь. И здесь кожа выглядит более плоской. Ну, в смысле, никаких жестких болячек. Ну нет, именно вот корочки уже начинаются, да, но мне очень понравилось, как мне почистили. Ну да, сейчас, конечно, все равно выглядит жестко. Может быть, я так говорю, просто себя успокаиваю какими-то такими вещами, но какая разница, да? Главное, чтобы я была счастлива. Сейчас мне нужно надеть свои украшения, потому что вчера у меня была автосессия, и мне нужно было все это снять. В общем, сегодня у меня пипец какой день. Классный, которого я ждала давно. Вы знаете, что я не занимаюсь музыкой как-то сильно профессионально, я больше все-таки позиционирую себя как блогер, и там инстаграм веду, да. Ну, почти с первого раза. Вот, но музыка, мне очень нравится этим заниматься, записывать что-то на студии, что-то там выпускать такое, это очень классно. Меня это вдохновляет. И позавчера я купила трек, да, вы не ослышались. Причем самое интересное, что у нас со Славой есть треки, которые мы сами написали вместе, но они все равно просят каких-то доработок, и понятное дело, что, ну как бы, за секунду все это не делаешь. И у нас даже есть демки на эти треки, которые мы сами написали. То есть мы сами записывали там голоса. Но, как я и сказала, что этот процесс такой больше творческий, наверное, больше направлен на какую-то совместную деятельность, какие-то интересы, придумывать что-то, размножаться, хотела сказать, развиваться. Вот, а понятное дело, что купить трек, это очень быстро можно сделать, особенно если есть деньги. Купить трек, просто поехать его на следующий, там, через день записать, грубо говоря, заплатить деньги, чтобы его свели, все вот это сделали, ну, это намного быстрее. Недавно я вам во влоге, по-моему, даже, ну, в сторис точно, рассказывала о том, что мне на почту прислали демки, которые мне очень понравились. То есть я очень хотела купить одну песню, но я ее не успела купить, потому что ее уже сто раз, наверное, купили. Ну, как бы я узнала, да, ее реально, как бы, все, нету. Она ушла, так называемая. И я, конечно, расстроилась, потому что она мне так понравилась. Раньше я вот это колечко, оно мне налезает только на безымянный палец. Я носила его на правой руке, как будто бы я замуж вышла. Но потом в какой-то момент переодела, потому что я подумала, вдруг это плохой знак носить здесь кольцо. Короче, купила трек, не буду говорить за сколько, но это самый дорогой трек в моей жизни. Я его купила в тот же день, когда мне скинули демку. Мне очень понравился трек, я его скинула всем своим. Карине, ну, Славе, понятно, показала. Первый, кому я показала этот трек, это был Слава. Он сказал, что прикольно. Конечно же, его мнение в плане музыки для меня очень важное, и я всегда в первую очередь спрашиваю у него. И тут, короче, мы приняли такое решение, просто, как всегда, сломя голову до Нового года ее успеть выпустить. В этот раз я не буду обращаться к астрологу, потому что в тот раз, когда я выпускала запрещенный, у меня была определенная тактика, которой я придерживалась. Идея, что я должна выпустить трек в определенный день, когда луна взойдет, наполнится, и еще что-то, растущая луна. Ну, короче. Причем самое интересное, что в тот день, когда я выпускала трек, еще у многих других артистов выходили в этот день треки, и я подумала, ага, все обращаются к астрологу, и все смотрят на вот эти растущие и нерастущие луны, как-то правильно. Но в итоге, вы помните, у меня такая ситуация вышла, что клип не получилось выпустить в тот же день. Меня это очень расстроило, и я такая, типа, твою мать. Я не смогла проверить на клипе, скажем так, эту систему, насколько это сработало. То есть, грубо говоря, типа, чтобы песня зашла, там какой-то успех у нее был, нужно выставлять как бы в определенные дни. То есть, можно выпустить музыку, видео, клип, фильм, неважно, в какой-то день, когда вот прям вообще настолько все звезды не сложились. Но это если в это верить, об этом думать. С одной стороны, я в это как бы верю, но с другой стороны, я думаю, если что-то классное, и так зайдет, и так послушает, и так посмотрит. Ну, вот такое. То же самое, что если как бы трек отстой, то никто его не будет слушать, неважно, какая там луна. В этот раз я не буду заморачиваться такими вещами. В этот раз у меня есть одна заморочка. Успеть выпустить трек до Нового года, и не просто до Нового года, а желательно хотя бы там за неделю до Нового года. Это вполне реально сделать. Поэтому сегодня мы едем записывать трек. Сегодня на минуточку 4 декабря. Если я не ошибаюсь. Вроде да, что я уже 3 дня снова на айфонах хожу. Нравится ли мне? Ну да. Только с камерой вообще какая-то дичь. Ну, я рассказывала вам. До этого у меня вышло, получается, 3 трека сольных. Еще есть 2 со Славой. И вот эти 3 сольных моих трека, 2 из которых написала мне Слава, они очень мои. Пусть они не взрывают какие-то там чарты, как это называется, не приносят мне каких-то миллионов. Я вообще музыкой не занимаюсь для денег, ради денег. Это просто какая-то активность, это просто какие-то приколюхи, как у меня сейчас ТикТок. Я уже говорила, что с ТикТока я... И у меня нету цели заработать. У меня цель просто быть на виду, напомнить о себе и раскрыть свои таланты. Мне очень нравится снимать ТикТок. Правда, иногда я редко, бывает, несколько дней ничего не выпускаю. Все из-за моих проблем с кожей, потому что мне одно дело на Ютубе, вы все знаете, смотрите, знаете мою историю грустную, да, но я не унываю. А другое дело в ТикТоке, там, где есть какие-то другие ребята, которые не смотрят, например, мои влоги, и там кто-то написал, что, типа, Юль, у тебя что, какая-то аллергия, еще что-то. Ну и, конечно, мне не хочется вот это вот все. Тем более, что ТикТоки, это вещь такая, они могут очень сильно залететь в тренды и, типа, иметь 3 миллиона просмотров, еще что-то. А влоги это чисто вот просто мои братаны. Ну сколько там, 100, 200, 300 тысяч человек по-разному, да, смотрят мои влоги. Я очень счастлива, я вам за это благодарна, я вас люблю. Мне вполне хватает вот этой моей маленькой команды. Конечно, если говорить про, там, суперпопулярность, то, наверное, там, 100, 200, 300 тысяч просмотров на видео это не очень прям много, да, но я все равно ценю и счастлива, что у меня есть аудитория, которая, да, кто-то скажет, Юля, у тебя почти 2 миллиона подписчиков на канале, а видосы смотрят, там, 100, 200, 300, ну, 400, бывает, тысяч людей. Типа, очень странно. Ну, да. Ну что поделать. Мне важно и главное, что столько людей меня смотрят. Я уже за это благодарна. И я вообще не жалуюсь, правда. Я очень счастлива. Поэтому спасибо еще раз. Так вот. И вот те 3 песни, они прямо мои. Они просто про меня, про мою жизнь, про мою историю. Почему? Про девочку, которая влюблена, но парень не обращает на нее внимания. То есть это прям целая история из моих трех треков. Типа, он на нее не обращает внимания. Потом, зависимая. Это уже о том, что девочка от этого, ну, девушка страдает от того, насколько сильно она зависима от этого парня. И, ну, ей тяжело от этого. То есть ей больно от того, насколько она там, типа, его любит. Она от этого страдает. И лучше бы, типа, она его не любила вообще, чем вот такая любовь. Ну, короче, очень глубокий смысл. И третий мой трек, запрещенный. Он просто разбивает стекло. Вот эта девочка, грустная, которая так страдала из-за этой зависимости к любви, там, любви к парню. Она такая, в какой-то момент снимает розовые очки и такая говорит, да пошел ты! Ты меня вообще сломал, но я собралась. И пошел ты отсюда нафиг! То есть это вот такая история. И это история моей жизни. Реально. У меня разные этапы в жизни были. Вот этой вот, не, как это сказать, такой вот любви. Не могу сказать, что слепой, но просто когда ты себя такая, ой, он такой, а он секой. Вообще пофиг на себя. Он, он. Потом ты такой сидишь, блин, ну почему? Почему я всегда так о нем думаю, а он так не думает обо мне? А в какой-то момент ты такая, да мне пофигу, у меня все. Окей. И это, между прочим, не очко. Это окей, реально. И все так легко становится. А мой новый четвертый трек, я пока не придумала к нему историю, которая связана с моей жизнью. Но могу сказать, что он просто про хорошее настроение, про, наверное, то, к чему я всегда стремлюсь, позитив. Я люблю треки, под которые хочется булочками подрыгать. И этот трек, мне кажется, такой. Я очень надеюсь, что он всем зайдет, понравится. Я уверена, что, блин, он реально зайдет и понравится, потому что вот чем больше ты его слушаешь, тем больше тебе хочется его еще слушать. И он такой позитивный. Вот прям давно я таких треков, там, среди блогеров вообще нет, мне кажется, не слышала. Вот у тиктокеров тоже какие-то песенки, более-менее, плюс-минус такие вот. То есть мой новый трек, он похож, наверное, на что-то типа «О, блог загрузился». Короче, мой новый трек, что-то в духе «Не лето», «Мэбл», мне кажется, что-то такое. И когда моя мама включила демку, там не мой голос, правда, я вообще не то, что жалею, что я им скинула, просто мне кажется, они сейчас наслушаются, не меня, а потом я для них буду звучать странно. Это то же самое, как когда я покупала песню, запрещенная, причем тоже, знаете, типа купила песню, она была написана не для меня, но она настолько моя. И я просто фанат демок, в этом моя проблема, я наслушаюсь демок, потом мы записываем меня, я говорю, блин, в демке по-другому. Давайте делать как в демке, это неправильно. И понятно, что меня от этого постоянно Слава отговаривает, там на студии, когда мы записываемся, тоже меня все отговаривают, говорят, нет, делай так, как вот ты, а не так, как в демке. Там же другой человек с другими эмоциями и все такое. Я говорю, ну, мне надо, чтобы была такая же эмоция. Из всех моих треков самый сложный для меня был, это зависимое, потому что мы ее записывали очень тяжело. мне кажется, что даже со слезами на глазах мы ее записывали. И да, самый легкий трек для меня был, это запрещенный. Не знаю. Мне очень интересно, вы наверняка тоже слышали там мои треки, вы же меня любите, смотрите. И мне очень интересно, как бы вы их распределили, типа от одного, там до трех, да, из трех треков. Кого бы вы поставили на первое место, на второе, на третье. Если вам не сложно, напишите в комменты, мне тоже будет очень интересно почитать. У меня есть три трека «Почему зависимое и запрещенное». И это такой угар «Почему зависимое и запрещенное». Это просто звучит как предложение. А сейчас новый трек у меня будет «Пушка». Мне нужен трек «Потому что». «Почему зависимое и запрещенное?» «Потому что пушка». Угар. Но самый кайф в том, что вы прикиньте, как будет называться мой трек. Юлия Пушман «Пушка». Типа Пушман «Пушка». Это же просто гениально. Люблю гениальные вещи. Слова трека я не успела выучить за сутки. Получается, что я его вчера купила. Ну, позавчера ночи, можно так сказать. Позавчера ночи я его купила. Я запомнила слова, но не все. В любом случае, когда я буду записываться, у меня будет лист бумаги, и я буду на него смотреть, уже с него петь. Уже полпятого. Это значит, что скоро ехать на студию. Я так давно не была на студии, не записывалась. Очень хочется, чтобы все получилось прям быстро, легко, непринужденно. Но трек реально несложный. Там нет каких-то вокальных сложных. Там просто нужно все петь на улыбке, с позитивом. Мне кажется, что все вообще получится. Мама безумно хочет, чтобы я классно записала. Она говорит, что это просто нереально крутой трек. Ей очень нравится. Но это очень сильно отличается от того, что я раньше пела. И я очень рада, потому что я на самом деле всегда к этому и стремлюсь. Но самое интересное, что у меня всегда есть желание петь какие-то другие песни, более грустные, более душевные. Но при этом сама я слушаю не такие песни. То есть в машине, да, я еду, я слушаю там какие-нибудь ла-ла-ла-лолипап, лолипап. Вот такое я слушаю. Там того же Мэл, а не Лето. Ну типа что-то такое более позитивное. Потому что хочется, чтобы настроение поднималось. А хочу записывать, я другое, зачем? Карина тут, короче, уговаривает меня, чтобы мы с ней вместе в январе поехали в клинику, где недавно была Наташа Ищук. Какая-то крутая клиника. Не хочу называть название. Карина меня уговаривает поехать в клинику, заплатить кучу денег. Причем она хочет заплатить какую-то часть суммы за меня в честь моего дня рождения. Подарок мне такой сделать. И я вот сижу и думаю вообще, насколько я хочу туда ехать. То есть туда ехать либо можно на поезде, это, по-моему, где-то в Мурманске. Ты туда приезжаешь? Клиника огонь. Во-первых, там какие-то детокс-программы. Она меня почему туда хочет затащить? Она хочет там, ну, похудеть, привести себя в какую-то форму, очистить организм. А меня она туда хочет привести, чтобы меня просто почистили. Там столько клизм тебе сделают. Может, даже рвать тебя будет. Поехали. Плюс там еда будет, та, которую я не люблю. Ну, там всякие брокколи. И она меня туда зовет, типа, мне так должно понравиться. Но, с одной стороны, вот она сказала, я думаю, типа, да, блин. Все началось с того, что я ей рассказала что-то в духе анекдота. Ну, мы с мамой тут, короче, тусовались вместе. И она говорит, и почему еще там, типа, лекарства не начала пить? Я говорю то, что, мам, я не хочу в декабре пить антибиотики, потому что у меня много праздников. И, ну, и не только поэтому, просто не хочу. Сейчас я пить антибиотики, потому что я походила, послушала мнения разных врачей, и все мне говорят абсолютно разные. Единственное, что мне сказали не разные, это пить Роакутан. Но Роакутан, это тоже такая тема, над которой я очень серьезно думаю. И сложно сказать. Я фотку обрабатываю, вам рассказываю. И мама мне говорит, типа, что ты не начала пить антибиотики? Я говорю, блин, вдруг, ну, свыше мне помогут, вдруг мне поможет Бог. Ну, типа, ну, не хочу просто, я сейчас пить антибиотики. И мама мне рассказала такую, типа, как-то не анекдот, ну, анекдот, не знаю, можно назвать, нет, ну, наверное, такая история. Причем, есть разные виды этой истории, но я слышала такую только от мамы, но кому я рассказывала, Карине, Славе, они говорят, что что-то такое слышали, просто там другая какая-то история была. В общем, деревню затопило, сидит мужик на крыше своего тонущего дома. Приезжает спасательная лодка и говорит, типа, мужик, садись, мы тебя спасать приехали. Мужик говорит, не надо меня спасать, я жду, когда мне Бог поможет, он меня спасет. Лодка уплывает спасательная, прилетает вертолет. Мужики с вертолета ему говорят, давай, залезай, мы тебя приехали спасать, ты умрешь, ты потонешь. Мужик говорит ему, не надо меня спасать, меня спасет Бог, я жду Бога. Короче, мужик умирает, приходит к Богу и говорит ему, Бог, ты чего меня не спас, ты почему мне не помог? На что ему Бог говорит? А спасательную лодку тебе кто послал? А вертолет тебе кто послал? К чему вся эта история? Очень замечательно, что я верю в Бога, и надеюсь на его помощь какую-то, что он меня услышит, что мне не нужно будет пить какой-то рокутан, просто вот что-то случится, какая-то магия. Ну, вы знаете, я верю, кто не верит, все, вообще нет проблем, просто мало ли, это такие темы очень вообще петильные, не люблю об этом в интернете говорить, но в этом ничего такого нет. Кто верит, тот верит, кто не верит, тот не верит. Как бы мама говорит, что это замечательно, но лечиться тоже нужно, я понимаю это, прекрасно понимаю. Я же не говорю, что не хочу лечиться, но просто из-за того, что я вижу какие-то улучшения на своей коже, хотя так сейчас вы этого, ну, не скажете, потому что выглядит все равно, ну, конечно, плохо и хорошо, и я это, конечно, тоже вижу в зеркале, что выглядит нехорошо, но при этом я вижу, что есть улучшения, и я просто хочу посмотреть, что будет, ну, вдруг реально поможет, ну, почему нет? Так, все, сейчас у меня уже будет готова обложка. Хотелось бы вам рассказать, прежде чем начнем распаковку вон тех вещей, что я счастлива заниматься спортом. Я не знаю, вот ходить в спортзал, это настолько для меня тухло, ходить на стадион, бегать, ну, просто скукотище, это просто настолько, я чувствую, что трачу свою жизнь бессмысленно, но ходить на этот топ-стретчинг, TRX, растяжка, мне это настолько нравится, что просто шок, да, конечно, иногда на занятиях той же растяжки, как в прошлом влоге, мы с Кариной ржали, болтали, я говорю, то, что, блин, я каждый раз смотрю на нашего учителя, да, который ходит по залу, когда мы растягиваемся, она ходит с этой подушкой, я всегда смотрю и думаю, блин, только не ко мне, хотя, с другой стороны, я люблю, когда ко мне подходят, начинают меня тянуть, хоть это ужасно, больно, для такого дерева, как я, я вообще, мне кажется, не гнусь, но это очень весело, очень интересно, поэтому, если вы хотите заниматься спортом, но ненавидите ходить в спортзал, блин, бегать, это просто я, это чисто я, я не люблю такое, то очень рекомендую заниматься именно вот на таких групповых прикольчиках, вот топ-стретчинг, TRX, это офигенно, это вот те упражнения, которые, по сути, вы можете делать дома, но только там ты это делаешь, и вот нету такого типа, ай, ладно, 20 раз поприседал, все, сегодня хватит, то есть там ты это делаешь, и у тебя есть какой-то кураж, то есть ты хочешь это сделать, выполнить, побороть себя, и это очень круто, реально, я прям кайфую, вот вчера мы с Кариной болтали о том, что у нас болит ноги, между ног, просто хотелось подвести к этому аккуратно, вот именно вот эти вот мышцы, то есть я чувствую, что моя попа, она качивается, я очень счастлива, мне интересно, насколько я болтала с учителем по растяжке, и она сказала, что, конечно, одного раза в неделю ходить, чтобы, ну, сесть на шпагат, этого маловато, но понятно, что это все равно полезно, у меня в целом, ну, я даже не хочу собрать, наверное, все-таки мне интересно, хотелось бы мне сесть на шпагат, то есть не хочу говорить, что у меня нет цели сесть на шпагат, наверное, все-таки мне это интересно, потому что, ну, все-таки, что, я зря хожу, конечно, даже если это и просто полезно, в итоге сесть на шпагат, это будет приятным бонусом, так, я померила первый костюмчик, вот такой вот, они все в таком стиле, на носки не смотрите, это мои домашние, прикольно, вот такие штанишки, Тоже я давно хотела Такие прям тепленькие, такие уютненькие Такой строчек классный Мне кажется, это очень красиво Очень нежно, по-женски Еще если как-то это все Может быть где-то заправить, подвязать Каким-то ремнем, ну я не знаю, не стилист Но мне кажется, очень Очень уютно, я прям представляю, как я на даче Пью капучино Смотрю окно, а там сугроба, снег Все блестит Короче, очень классный костюм Такой объемный, но при этом Такой уютный, и вот эти вот широкие Штаны внизу Мне нравится, как вам Очень хочется уже какую-нибудь фотосессию Устроить Интересно, как бы это завернуть, посмотреть, как это выглядит Кстати, только что смотрела в зеркало на свою кожу Вот эта часть, которую вчера мне почистили Выглядит просто сухой И типа такие легкие корочки Вот, я обычно смотрю, я же вижу Когда из-за света выпирают Вот эти внутренние, как всегда Я все во всем уже одежду показываю Все равно не могу про прощения сказать Я просто к тому, что реально, ну, выглядит намного Более гладко, да, кожа Несмотря на, там, болячки, скажем так Ну как вам? Классный магазинчик, я очень рада, что нашла его Открыла для себя такое уютное Месточко Следующий костюм черный Да, выглядит все очень объемно Но на самом деле, представляете, насколько это все уютно И для повседневной жизни это очень классно Ну, я просто люблю такие вещи, в которых можно укутаться, сидеть И, например, вот эту кофту я могу спокойно носить там с лосинами кожаными И будет очень классно При этом прикрывает попу И он такой объемный А ножки у меня будут такие тоненькие Штаны здесь Мне очень нравится, все покажу Широкие Внизу И, как я в сторис тоже рассказала Можно носить вообще с другой любой кофтой С топом Каким-нибудь С водолазкой Может даже Ну, не знаю, это мерить, конечно, надо Ну, вот, допустим, штаны Тут топ какой-нибудь А, девочки Не, прикольно Вот такой вот костюмчик тоже С широкими штанишками Они все такие Типа как свитера теплые идут Блин, это, наверное, мой фаворит Ну, прям очень нравится Серый вообще мне нравится Очень свет Четвертый костюм Светлый В сторис тоже его показала Мне нравится Постоянно Уже мне тошнит от самой себя Насколько мне все нравится Это же замечательно Когда человеку все нравится Просто, девочки, зовите меня на фотосет Нам через 15 минут нужно выходить Мой бойфред зовет меня распеваться Потому что сегодня я записываю трек Но я вам рассказывала Но я знаю себя Я сейчас пойду распеваться У меня заложат уши Потом на студии я буду просто Как лохушку ныть Надеюсь, что нет Вивочка, ты смотришь на папу Папа ест блинчик Мама уже съела блинчик Все, мы приехали на студию Даня, привет, скажи Как у вас студия называется? Правильно Ремеди Ремеди? Ремеди Рекресс Вот, все свои треки я записываю Исключительно здесь Потому что здесь самое лучшее качество Самый крутой Даня Даня же и сводит все И записывает А вот мой наставник Учитель мой Все вот так вот и выглядит Здесь вот я сейчас буду стоять У меня все пониже сделают Микрофон дорогущий поставят Вот так вот звучит минус Моего трета Так, получается мы где-то за час Плюс-минус, да? Пока настраивались Записали основной голос Нифига Чуть ли не в первый раз в моей жизни Рекорд? Ну хотя рекорд Сейчас мы соберем, послушаем все Ну да Если что-то не понравится, напишем, как всегда Ну да Скажи Дети Все, закончили сессию У нас ушло на это 4 часа Всего лишь Как всегда 4 часа? Нет, почему 4? 7, мы приехали 7, 8, 9, 10 Это у меня там часы неправильно говорят А, понятно 3 часа Молодец 3 часа Молодец, 3 часа Профессиональный тайминг Ты тоже так записываешься? Конечно Круто Я похожа, конечно, вообще На какого-то Чебурешку Все, вот родители и дома Привет Привет Вы хорошие Сейчас мама ручки помоет И будет тебя обнимать И вы сладкие Я же говорила, что мы скоро Твоя косточка Привет 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 Приветики Приветики Привет Чихо, чихо Так, все Мы такие молодцы А у меня очень Очень У меня ужасно сухие губы В общем, все Я на этом с вами прощаюсь Сейчас мы будем что-то кушать Делать быстро Потому что уже Полодинство Или что-то в этом духе О, боже Буду смывать макияж Делать свои процедуры Уходовые всякие И все И отдыхать Кайфовая А, еще Мне прислали фотки Со вчерашней фотосессии Так что буду сидеть Смотреть Фотошапить Ждите новые фотки в инстаграме Спасибо за просмотр Всех любят, целую, обнимают Ждите мой новый трек Всем пока